Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мамедыч, и сегодня мы будем рассматривать на первый взгляд очень страшную тему. Это рак прямой кишки. Но даже если звучит это очень страшно, любую патологию лучше понять от первого лица. И поэтому сегодня нам будет помогать разбираться человек, который столкнулся с этой проблемой и не побоялся нам сегодня рассказать о том, что с ним случилось, как он проходит лечение и вообще все об этом заболевании. Это будет Дима, у которого тоже есть YouTube-канал. Ссылочка будет в описании, и он нам сегодня поможет узнать, что такое все-таки рак прямой кишки. Поехали! Сегодня мы говорим о раке прямой кишки, а прямая кишка является частью толстого кишечника. Мы знаем, что толстый кишечник состоит из слепой кишки, из восходящей ободочной кишки, поперечной ободочной кишки, нисходящей ободочной кишки, сигмовидной кишки и толстой кишки. И прямой кишки, точнее. Вот это все прямая кишка. И любой рак, который возникает в этом месте, является раком прямой кишки. В год заболевает в мире число новых случаев рака прямой кишки уже больше одного миллиона случаев. Более одного миллиона людей каждый год имеют вот этот диагноз. Причем чаще всего это люди более 50 лет. Но в последнее время рак молодеет. И на примере Димы мы можем понять, что рак может настигнуть человека от 20 до 30 лет. Поэтому осторожность должна быть большая как у людей взрослого возраста, так и у молодежи. Количество случаев рака прямой кишки растет от года к году. И особенно это видно в развитых странах. Причиной всему как раз таки неправильное питание. Неправильное питание – это одна из главных причин развития рака прямой кишки. Дело в том, что фастфуд и наличие большого количества животных волокон в нашем кишечнике приводит к запорам. И если запоры и застой в кишечнике долгое время происходит, то канцерогены из вот этого калового комка могут влиять на стенку кишечника. Поэтому если в пище содержится большое количество пищевых волокон, а точнее клетчатки, то есть большое количество фруктов или овощей человек употребляет, тогда пищевой комок быстрее проходит по всему пищеварительному тракту и меньше всего канцерогенов впитывается в кишечнике. К причинам еще мы можем отнести, кроме неправильного питания и генетических факторов, конечно, вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курения напрямую влияют на развитие рака не только во всем организме, но и в прямой кишке. Конечно, свою роль играют еще и другие факторы, различные состояния, которые врачи называют предраком или так больше и чаще пациента называют. Это всяческие полипы, которые могут перерождаться. И, конечно, немалую роль играет генетика. Некоторая часть разновидностей рака толстого кишечника и, в частности, прямой кишки, имеют наследственный характер. И поэтому, если у вас в роду у кого-то были опухоли кишечника, больше это относится ко всему толстому кишечнику, как умение к прямому кишечнику. Но в любом случае вам стоит обратиться к медицинскому генетику, который сможет помочь распознать возможные факты развития этого заболевания. К сожалению, у меня не было, ну не то, что к сожалению, у меня не было вредных привычек, вот. А по поводу питания, ну, когда я учился в университете, жил в общежитии, всякое бывало, дошираки и так далее. Но, в принципе, я старался, ну, и есть нормальную пищу, и фастфуды, ну, то есть, как обычные парни, и где-то погулять, там, выпить бутылочку пива, ничего страшного в этом нет. Ну, я не знаю, как так получилось. Может, много нервничало, нервы же, это тоже не совсем хорошо для организма. Может, как-то это все в совокупности в какой-то момент, и все, а Бабтос не сработало, и вот случилось то, что случилось. Скажи, пожалуйста, были ли подобные опухоли, болезни у родственников, у ближайших родственников, родителей, дедушек, бабушек? Ну, я узнавал у родителей, и ни у кого из них не было, даже, там, от дедушки или прадедушки никто не умирал от рака, либо, ну, это же может быть от того, что кто-то не доживал до рака, ну, то есть, умирал от каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, вот. Но, мне кажется, когда ты в возрасте, там, 70-80 лет, у тебя, может быть, уже какая-то опухоль, просто ты от нее не успеваешь умереть, вот и все. Может быть, и было у кого-то, но, по крайней мере, мне никто об этом не сказал. А тебе сколько лет, напомню? 27 лет. 27 лет. Поэтому, может, конечно, любого настигнуть, даже в любом возрасте. Существует несколько симптомов, которые могут говорить о раке прямой кишки. В первую очередь, это изменение стула. Оно может быть идти, может идти по двум направлениям. Либо это запоры, либо поносы. Это характерно для всего толстого кишечника. Но еще для именно прямой кишки, для рака прямой кишки, характерно изменение стула. Он может быть лентовидным или горохообразным. Абсолютно разной, но не стандартной формы. Еще для рака прямой кишки характерна кровь в стуле. Кровотечения, которые вызваны разрушением стенки самой опухоли. Это довольно частый признак рака прямой кишки. Ну и, конечно, боль. Боль, которая возникает чаще всего при дефекации, то есть, испражнении. Расскажи, в первую очередь, что тебя привело к врачу? С чем ты столкнулся? Как выяснилось, что у тебя есть такое заболевание? Ко мне приехал друг. И мы с ним пошли покушать острого, острые крылышки. И после этого я обнаружил у себя в кале примесь крови. Это было в ноябре 2019 года. И я как бы не придал этому особого значения. Я начал читать в интернете, из-за чего это могло появиться. Там был язвенный колит, болезнь крона, ну всякие такие, и рак. Но по статистике я посмотрел, там после 50 лет, если я не ошибаюсь, начинают люди в основном болеть этим. Ну, геморрой еще. Ну, да. Да. И после этого крови больше не было, по крайней мере, я не замечал. До июня 2020 года, в середине месяца, в июне. Сколько времени прошло? Ну, вот, получается, с ноября и до июня. У меня ничего больше не беспокоило. Больше полгода, да? И после этого я обнаружил кровь у себя в калии и записался уже на прием к парактологу. Диагностика рака прямой кишки довольно простая. Иногда врач просто благодаря ректальному исследованию, вот этим пальцем, может распознать наличие рака прямой кишки. И обычное пальцевое ректальное исследование может быть самым лучшим диагностическим методом. Но, конечно, мы все знаем, помимо этого есть уже современные методы. Это ректороманоскопия, когда эндоскопом проходит прямую кишку и могут также отщепнуть фрагмент опухоли и отправить сразу на гистологию. Либо колоноскопия, когда эндоскоп проходит на протяжении всей толстой кишки и может посмотреть возможное наличие опухолей во всем толстом кишечнике. И не надо исключать, конечно, МРТ и компьютерную томографию, которые также полезны для выявления и правильной диагностики, и предоперационного лечения, предоперационной подготовки при раке прямой кишки. Мне надо пройти ретро-романоскопию. И после этого она обнаружила опухоль, взяла биопсию кусочек, я отправил ее на анализ, на обследование и записала меня на колоноскопию. По моим ощущениям, это не такая болезненная процедура, как про нее говорят. Обычно она делается подседация, но я не стал тратить деньги, потому что я был уверен, что не так страшно. Если не крутиться, не вертеться, все пройдет хорошо. И там тоже взяли на биопсию кусочек. И потом я уже пришел за анализами, и мне сказали, что молодой человек, у вас вторая стадия, высокодифференцированная, и все, принял я это спокойно. Потому что, не знаю, если бы мы были где-нибудь в 19-м или в 20-м веке, может быть, я там, естественно, сильно бы волновался. Но сейчас, мне кажется, это все лечится, вырезается, и я как бы, в принципе, нормально. Ну, я лучше это воспринимал, чем мои друзья там, или родители. Так что, в принципе, спокоен. По самочувствию у меня вес не снижался, был такой же вес. Не было там усталости какой-то. Я также там занимался спортом, что-то делал по дому и так далее. Но не было никаких трудностей. Существует общепринятая классификация рака, и она же не исключением является для рака примокишки. Эта классификация называется ТНМ. Что в переводе означает Т-тумор, Н-нодулюс, и М-это метастазис. Т-тумор – это характеристики опухоли. Если... И тут есть цифры от 1 до 4. Если опухоль проникает только в поверхностный слой, точнее, в внутренний слой кишки, то это Т1. Если на всю толщу кишки, то это Т4. Н – это сколько регионарных лимфоузлов поражено от 1 до 3. Тут по количеству является чем меньше, тем цифра ближе к единице. М – это наличие или отсутствие отдаленных метастазов. И мы знаем, что при раке прямой кишки есть отдаленные метастазы, и чаще всего они встречаются в печени. И в зависимости от вот этой классификации в России еще и придают стадию опухоли. Она ставится индивидуально. Лечение рака прямой кишки, как и лечение большинства раковых заболеваний, сводится к трем основным пунктам. Это оперативное лечение. Операция. Последнее время операций по поводу рака прямой кишки очень сильно изменились. И сейчас большинство, даже иногда самые сложные опухоли, можно удалить лапароскопически, то есть с помощью нескольких проколов на животе. Вспомним наш толстый кишечник. Характер операции зависит от того, где именно находится опухоль. Она может находиться здесь, либо вот здесь. И, конечно, если опухоль находится как можно ближе к анусу, то операции эти довольно сложны и могут заканчиваться выведением колостомы. То есть, когда кал выводится через переднюю брюшную стенку. Здесь где-то пересекается кишка и выводится на переднюю брюшную стенку. При этом наличие современных колосборников никак не осложняет жизнь человеку. Он с этим начинает жить, учиться и привыкает к этому. Но во многих случаях, если опухоль это позволяет, то можно отсечь часть ампулярной, допустим, часть прямой кишки и наложить анастомоз. То есть, совместить вот этот край кишки и вот этот. А патологический очаг удалить. И тем самым никаких изменений в своем режиме и в своей жизни пациент после операции не обнаружит. И таких операций делается все больше и больше. И проблем с восстановлением после этой операции у пациентов возникает все меньше и меньше. Поэтому не стоит бояться операции. В любом случае, даже если предстоит вывод колостомы, это не доставит вам такого большого вреда, чем наличие этой опухоли в организме. Это химиотерапия и это лучевая терапия. Что касается рака прямой кишки, все больше набирает популярность сначала предоперационная химию, лучевая терапия и уже после этого проведения операции. Но каждый случай индивидуален и всегда лечение подбирается индивидуально. Сразу ли ты начал лечение? Направили ли тебя сразу на лечение? Как быстро все это проходило? Все прошло очень быстро. 29-го числа, 29-го июля меня направили в онкологический центр в городе Екатеринбург. Там онколог говорит, готов там 2-го числа, 2-го июля. Я приходил 29-го июня, 2-го июля он сказал, давай уже на операцию на жизнь. И все, меня положили и сделали лапароскопическую операцию. Перенес ее хорошо. Вырезали 20 сантиметров прямой кишки. Хотели начать поставить холостому. И я на самом деле очень сильно переживал за это. Мне кажется, это очень сильно влияет вообще на жизнь в целом. Прям психологически и физически тяжелее становится снижать. И мне анестезиолог сказал, что не переживай, мы постараемся сделать все возможное. Там в ходе операции мы посмотрим, будем ее ставить или нет. И у меня от заднего прохода эта опухоль находилась в 20 сантиметрах. И это расстояние очень хорошее. Если бы она ближе была, то это было бы намного хуже. И все, меня вырезали 20 сантиметров и сшили. И все будет хорошо. Чтобы другие понимали, сделали лапароскопию. То есть всего несколько проколов, не было больших размеров и не выводили как раз колостома. То есть колостома – это когда выводится часть кишечника на переднюю брюшную стенку. Тебе удалось этого избежать. Да. Я думаю, очень рад. Когда ты проснулся, ты был рад, да? Да, я проснулся, так посмотрел под простынку и думаю, отлично, молодцы. Как дальше после операции, что тебе сказал доктор? И послеоперационная, так скажем, реабилитация как проходила? Ну, я ходил в бандаже специальном. Старался ходить много, чтобы у меня там все на свои места встало. И по питанию мне запретили кушать там сосиски всякие, ну, колбасы, консервы, только клетчатку, то есть овощи, фрукты, орешки, ну, и всякое такое. И потом начался курс химиотерапии уже. Вот у меня уже два курса прошло. Два курса прошло. Я смотрю, сидишь, дышишь здоровьем, полный сил. Ты принес вполне спокойно, да? Эти курсы химиотерапии. Ну, на самом деле, не совсем так. Первая химиотерапия, я принимал капицитабин в течение двух недель, семь таблеток, ну, там по весу определяет. Я около 70-ти вешу и 7 таблеток. Четыре я пил с утра после завтрака, и четыре после, ой, и три после ужина. То есть подумайте, считайте, не имею. Три после ужина. Вот. Была тошнота и сильная рвота. Вот первые, наверное, три-четыре дня меня прям рвало просто, я не знаю. Я просыпался в 4 утра, была рвота, и я это могло продолжаться до 10 утра, там, до 12 и так далее. Выходил на улицу, какие-то запахи посторонние, всё, мне сразу плохо, я заходил домой и лежал дома. А вот вторая химиотерапия, она вообще прошла отлично. У меня ничего не болело, я не знаю, чувствовал себя, как будто ничего не принимаю. Обычно. Сейчас ты ложишься ещё? Да, завтра как раз, в понедельник, 28 числа, меня кладут на химиоучевую терапию, и я не знаю, чего от неё ожидать. Просто, когда я лежал на операции, девушка лежала, ну, в соседней палате, и она рассказывала, что у неё была предоперационная учевая терапия, для того, чтобы опухоль была поменьше, чтобы, ну, она неоперабельна была, что пёсокредит, ну, и мне вам не объяснять, вы сами всё это знаете. Нет, ты не рассказывай нашим детям. Но у неё появились какие-то ожоги и сильные побочки, и я вот волнуюсь, что это может быть и у меня, ожог кожи, вот. За это больше всего волнуюсь, а так, ну, в принципе, чувствую себя нормально. Ну, побочные эффекты всегда могут быть, но надо быть к этому готовы, и всё это можно, в принципе, выразить. Какие планы у тебя дальше? Как ты смотришь на жизнь? И что посоветуешь таким же, как ты, которые, даже несмотря на такой молодой возраст, встретились с такой болячкой? Так. Ну, наверное, в первую очередь я, после того, как меня выпишут, я буду наблюдаться, следить за своим здоровьем, наблюдаться, мне кажется, это сейчас очень важно. На протяжении всей жизни это самое важное, что должен сделать каждый человек, кто столкнулся с этой проблемой. Вообще не откладывать ни на один год. Даже если на один год будешь откладывать, уже могут быть проблемы. Ну, наверное, займусь чем-то, не знаю, юмором, стендапом, что-то такое интересное. Мне это близко, как говорится, по духу, и буду развивать YouTube канал. Ну, в принципе, каких-то там ещё больших планов нет. Это, наверное, самое важное. Но посоветую, чтобы следили за своим питанием. Вот. И в меру были, если есть какие-то вредные привычки, чтобы они были в меру, или хотя бы как-то комбинировать спорт и вредные привычки, всё равно это будет лучше, чем просто курить и пить. Вот. И побольше есть клетчатки. Я надеюсь, это видео было полезно для тебя. Обязательно подпишись на канал Димы, пожелаю ему скорейшего выздоровления. Я думаю, от нас нужно, помимо того, что вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, если ты до сих пор этого не сделал, и смотреть все наши выпуски, ведь там много чего интересного для тебя и для всей твоей семьи, и для знакомых. Поэтому увидимся в новых выпусках на канале Маметоч. Пока.